сегодня я продолжаю вам рассказывать про пессах у нас осталось до пессаха еще два урока общих сегодняшний и завтра я продолжаю вам рассказывать мы остановились на том как евреи как евреи вышли из египта и как они собрали все несметные богатства сокровища на берегу моря вы помните эту книжку которую я вам показывал со всеми этими сокровищами как их много там было когда море выплюнуло всех египтян и мы мы благодарим ашема за все те чудеса которые он нам сделал какие же чудеса мы перечисляем мы перечисляем мы благодарим его за то что он вывел нас из египта в египте нам было очень 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 тяжело ашем нас вывел из египта мало того что он вывел нас из египта он еще и наказал египтян которые делали нам множество множество царот бед неприятностей множество злодейств и египтяне были наказаны за это на глазах у нас на глазах у евреев мало того что ашем он наказал египтян ашем разрушил все их идолы которым они поклонялись когда когда мы выходили из египта все идолы кроме одного последнего единственного который стоял около моря вы помните как его называют болт бальц фон все идолы были разрушены не только идолы были разрушены египтяне они поклонялись мне поклонялись не только идолан из камня из золота из из дерева и всяким прочим они поклонялись первенцам первенцам домашней скотины первенцам людей это у них о них обожествляли Они поклонялись им, как идолам. Так вот, Ашем, он, когда разрушил идолов, та же казнь, это вот самая казнь, последняя, десятая, удар по первенцам, Ашем уничтожил всех первенцев-египтян, все, чему поклонялись эти злодеи, все было уничтожено. И не только Ашем наказал египтян, разрушил их идолы, уничтожил их первенцев, он отдал евреям все богатства египтян, то, что мы в прошлый раз говорили, что все богатства египтян, они достались евреям. Это была плата за те долгие-долгие годы, что евреи работали, тяжело-тяжело-тяжело работали на египтян. И не только он отдал нам все их богатства, Ашем сделал нам величайшее чудо. Он рассек воды Красного моря, чтобы евреи могли пройти через море, как посуху. Это было очень-очень большое чудо, внутри которого было множество, множество малых чудес. Мы шли, мы могли видеть, как рядом с нами за стеной воды, как в аквариуме огромном, проплывают морские рыбы. Тот, кто хотел кушать, пить, тут же вырастали деревья плодовые для тех, кто хотел покушать. Тут же, вы знаете, что в море вода, она горькая, ее пить невозможно. Если кто-то хотел пить, вдруг прямо из этой водяной стены начинал бить фонтанчик, как ручеек воды, но не горькой, а сладкой, которую можно пить. Из горького моря получался фонтанчик сладкой воды для тех, кто хотел попить. И все те египтяне, которые гнались за нами через это море, они все на наших глазах были волнами, смешаны, уничтожены, чтобы они нам не причинили никакого зла. И после этого Ашем дал нам пройти через всю огромную-огромную пустыню. И все, чего нам не хватало, все, что нам нужно было в пустыне, еда, одежда, вода, все-все-все-все-все Ашем нам давал. Сорок лет, сорок лет Ашем кормил нас маном. Ман – это такая особая еда, это еда не материальная, духовная, такую еду кушают только ангелы на небесах у Ашема. Ашем дал нам сорок лет питаться особой едой, которую могут кушать ангелы. От этого мы стали умными, мы смогли понять. Тот, кто кушал ман, тот мог понять все самые-самые глубокие тайны Торы. И Ашем дал нам великий дар, он дал нам шаббат. Шаббат – напоминание о том, как Ашем творил весь этот мир. Вы знаете, что шаббат – это частичка, маленькая частичка, 1,7 от грядущего мира, от Улам-Абба. Мы все очень-очень-очень хотим получить свою долю в Улам-Абба. Для этого мы стараемся, делаем, выполняем все заповеди. Каждый шаббат Ашем дает нам кусочек от Улам-Абба, чтобы мы могли почувствовать, как это прекрасно. Ашем приблизил нас к горе Синай. И на горе Синай он дал нам скрижали завета и всю Тору письменную и устную. После этого Ашем привел нас в Эрц-Исроэль и дал нам эту прекрасную, самую лучшую страну. И в Эрц-Исроэль Ашем дал нам храм, в котором мы можем, могли, пока он существовал, приносить Ашему корбонот. Посмотрите, сколько-сколько всего Ашем нам дал. Посмотрите, сколько-сколько всего он нам дал. И про все это мы поем, мы поем ему песню. Если бы ты дал нам только что-то одно из этого, нам было бы достаточно, мы бы благодарны были тебе от всей души. Но ты дал нам еще. Если бы ты дал нам только это, мы бы тоже были уже, уже нам было бы достаточно. Даейну. Даейну – это достаточно. Мы поем Ашему такую песню. Много-много-много раз в этой песне повторяется слово «даейну». Нам было бы достаточно. Есть одна история, которая произошла давным-давно, но не так давно, как не в те времена, когда мы выходили из Египта, и не в те времена, когда мы жили в нашей, все-все-все мы жили в нашей прекрасной стране в Эрц-Исроэль, а в те времена, когда мы уже были в изгнании, в рассеянии, но и там, в рассеянии, во всех странах, где бы мы ни жили, и там Ашем, он спасал нас от всяких злодеев, которые пытались причинить нам вред. Так вот, в одной стране жило много евреев, и среди них был один праведный еврей, очень богатый, очень мудрый. Он старался соблюдать все заповеди и все время, все время учил Тору. И был он настолько умен, настолько все знали, что он никогда ничего не сворует, никогда ничего плохо не сделает. Он говорит, что даже царь этой страны, он сделал его своим самым главным министром. Когда царь сделал этого еврея своим главным министром, то тот, кто был главным министром до него, очень-очень-очень рассердился и обиделся. «Почему? Почему царь сделал своим главным министром этого еврея?» Возмутился бывший главный министр. «А меня сделал его помощником!» «Ух, что бы такое сделать, думал этот злодей, чтобы царь прогнал этого еврея, чтобы он его наказал!» Ух, он все время, все время думал, как бы, как бы навредить еврею. И все время, все время придумывал всякие злые, неправильные, неправдивые рассказы, которые он нашептывал царю про главного министра еврея. Все время он искал, как бы навредить, как бы что-то сделать так, чтобы царь рассердился на еврея. И звали этого злодея, этого злодея звали очень смешным именем, прямо как у нас в песне. Его звали Даейну. Такое у него было имя, Даейну. Вот этот Даейну, все время, все время он жаловался царю, что вот еврей, он такой хитрый, он такой умный, он украл у царя это, украл у царя то, он сделал неправильно то, неправильно это. Все время он жаловался, он придумывал, придумывал всякую неправду. Царь, он знал, что еврей все делает хорошо и правильно, и для блага всего царства, и что он очень умный, и что все дела у него получаются хорошо. Поэтому царь, он хоть и слушал злые наветы до Ейму, но он старался держать еврея при себе и не снимал его с поста главного министра. Вы знаете, что этот еврей, этот праведный еврей, он имел привычку каждый раз, когда наступал Песах, он собирал всех-всех-всех бедняков. Он собирал всех, кто нуждается, к себе домой, и он для всех для них устраивал большой-большой пасхальный седр. Для всех евреев города, кто сам не мог, кто сам не мог себе устроить такой шикарный, замечательный пасхальный седр. Он заранее покупал большое количество еды, чтобы хватило на всех гостей. Он устраивал богатый стол. Все его очень любили. Вот, однажды, злой до Ейну, он придумал, как навредить этому праведнику. Поскольку он был заместителем главного министра, то он мог входить в разные секретные комнаты. И он, он утащил у царя много дорогих и красивых вещей. И эти вещи он все время хитро подкладывал так, чтобы царь подумал, что это, что это их украл, как будто бы не он, а главный министр еврей. И сразу бежал жаловаться. Внажды царю это надоело, и он рассердился, и он решил, он решил снять этого еврея с поста главного министра и отправить его домой. О, это было незадолго до Песоха. Царь отобрал у еврея все подарки, которые он до того ему подарил. Он перестал платить ему деньги. Отправил его домой. Это случилось незадолго до Песоха. Стал праведник думать, как же, как же, как же. Как же он теперь сможет собрать, пригласить к себе всех нуждающихся в пасхальном седере. Откуда же он теперь возьмет деньги на то, чтобы устроить такой большой седер для всех бедняков, для всех, кто нуждается, для всех, для всех, кого он, кто надеется на него, кого он собирал каждый год. И вот он сидит у себя дома, и он думает, откуда же, откуда же взять денег. И вдруг он слышит королевский глашатай, кричит снаружи. У царя пропало именное кольцо, кольцо печать царя с именем, с именем царя пропало. Тот, кто найдет вора, тот, кто вернет царю именное кольцо, получит много-много-много денег. А вор будет сурово наказан. Услышал это еврей, и он решил. Он решил, я пойду к царю, и пообещаю царю, что я найду ему это кольцо. Я попрошу царя, чтобы он мне дал сначала денег на то, чтобы нанять сыщиков, которые бы помогали мне искать кольцо. Но пока что на эти деньги я смогу сделать всем евреям большой-большой-большой седер-песах. А Бог, изратошем, с Божьей помощью, Ашем поможет мне найти злодея, который украл кольцо. И вот он пришел к царю, и он попросил у царя задаток, деньги на то, чтобы организовать поиски кольца. Он обещал царю, что он обязательно найдет это кольцо. И царь, царь помнил, что этому еврею можно верить, царь дал ему денег на поиски кольца. Сразу же пошел наш праведник, он пошел и купил все-все-все-все-все, что нужно для пасхальной ночи, для седер-песаха. Он пригласил всех, кого он приглашал каждый год, и даже еще больше, и стал все-все-все готовить к Песаху. Вот наступает наш праздник, праздник освобождения Песах. А злой Даейну, он не терпится ему. Он уверен, что еврей не сможет найти кольцо. Вы знаете, почему Даейну так уверен, что еврей не сможет найти кольцо? Дело в том, что кольцо утащил сам Даейну. Он утащил его и спрятал у себя в спальной комнате под подушкой. И он был уверен, что еврей не сможет добраться туда и найти это кольцо. А, подумал Даейну, царь ему дал денег на поиски кольца, а он кольца не найдет. Эх, когда он не найдет кольцо, царь отрубит ему голову. Обрадовался этот злодей. В ночь Песаха Даейну подошел к царю и сказал, Ваше Величество, я очень-очень опасаюсь, что этот еврей, он убежит, убежит из нашего царства вместе со всеми деньгами, которые царь дал ему на поиски кольца. Он не найдет кольца, да он его и не ищет. Он просто готовится сбежать. Вот царь, царь мне не верит, царь может пойти вместе со мной и подсмотреть в окошко, что сейчас делает этот еврей. Наверняка он собирает все свои вещи в чемоданы и собирается убежать. Пусть царь возьмет много страшников, чтобы они окружили дом этого еврея, чтобы не дать ему убежать. А мы вместе с царем подкрадемся к окну и будем подсматривать, что он там делает, что он там делает. Царь, он согласился, вместе с Даейну они пошли к дому нашего праведника. Они подошли к его дому, все полицейские, солдаты, они спрятались в тени домов, которые были вокруг, за всеми углами, за заборами, чтобы никто, никто, никто не мог пробежать и проскочить. И вот, Даейну, он нагнул свою спину, царь залез ему на плечи и заглянул в окошко. Царь заглянул в окошко, что он видит? Он видит огромный длинный-предлинный стол. За этим столом сидит много-много-много-много-много людей. И все они что-то говорят. Через окошко не очень хорошо слышно, что они там говорят, что такое они говорят. Он слышит, он видит, что во главе стола сидит наш праведник, еврей, и он что-то у них спрашивает. Что он такое там спрашивает? И тут все, кто сидит за столом, все-все-все-все-все, вдруг громко-громко отвечают ему, да-ей-ну, да-ей-ну. Снова что-то он говорит там далеко-далеко в начале стола, во главе стола. И снова все, кто сидит за столом, отвечают ему, да-ей-ну, да-ей-ну. Царь подумал, а-а-а, это он сейчас собрал всех своих сыщиков, которых он нанял для поиска кольца, и он спрашивает, кто украл кольцо царя. И все сыщики ему что отвечают, да-ей-ну, о-о-о, он спрашивает у них, у кого находится сейчас это кольцо, и они ему отвечают, да-ей-ну. Царь спрыгнул на землю, он схватил злодея, да-ей-ну, крепко за одежду стал его трясти. Отвечай, негодяй, куда ты положил мое кольцо? Я не брал кольцо, не брал кольцо, ваше величество, закричал да-ей-ну. А-а-а, ты меня обманываешь? Я только что слышал и видел, как этот еврей, он собрал всех-всех сыщиков, и он у них спрашивал, где кольцо, и они все сказали, все в один голос сказали, что кольцо украл да-ей-ну. Ну, признавайся сейчас же, когда царь так разозлился, так, так рассердился, да-ей-ну очень испугался, он так испугался, что царь сейчас будет его, ух, царь что может ему сделать, и он признался. Ой, ваше величество, не убивайте меня, пожалуйста, кольцо я спрятал, я его спрятал под подушку в моей спальне. И сразу же, сразу же царь послал стражников проверить под подушкой уда-ей-ну. Как вы думаете, нашли стражники там кольцо? Конечно, конечно, оно там и было. Царь был так рад, так рад, что кольцо с его именем, его печать, которую он ставил в печати на всех документах, выходящих в стране, у-у-у, что оно наконец-то нашлось. Он был так благодарен еврею, что еврей нашел ему это кольцо. На следующий день, после праздника, наш праведник, он пришел к царю, и он хотел попросить прощения, извиниться, что он не смог найти кольцо. Что он не смог найти кольцо, ведь он на самом деле не смог его найти. Они просто пели песню, песню из нашей Агады, песню доей-ну. Но он еще не успел, он еще не успел ничего сказать, он еще не успел попросить прощения у царя, как царь подбежал к нему, сам обнял его, сказал, спасибо, спасибо, ты спас все царство, ты нашел главную государственную печать, мое кольцо. Я нашел кольцо? Да, 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 ты не знаешь, вчера я подсматривал, подсматривал к тебе в окошко, я видел, как ты собрал всех сыщиков и спрашивал у них, где кольцо, и они все сказали, что кольцо украл доей-ну. А, тут-то мы и схватили этого негодяя, и мы нашли кольцо у него под подушкой. Как Ашем спас еврея от злодеев при помощи песни, простой песни доей-ну. Царь вернул нашему праведнику все, все подарки и все богатство, которое он у него до того отнял, и царь снова сделал его своим первым министром, а злодея доей-ну, он жестоко наказал, так как наказывают цари, ого-го, лучше даже не знать, что он ему сделал. Ах, когда, когда вы будете в Песах, в Лайле Седер, когда вы будете петь вместе с папой, с мамой, со всеми, со всеми, кто у вас, с кем вы делаете этот седер, когда вы будете петь Илоу Циану и Мицраем, Вело Асаба Эм Шфатим, да ей-ну, вспомните, вспомните про да ей-ну, которого поймали благодаря этой песне. Посмотрите, какой, какой прекрасный, какой прекрасный храм здесь нарисован, вход в храм, нарисован здесь, ой, что Ашем дал нам самое-самое дорогое возможность, возможность исправить все, что мы сделали неправильно, нехорошо в течение всего года, мы могли принести курбан и исправить все свои прогрешения. В Песах мы должны, обязательно должны сказать три очень-очень важные вещи, три очень важных слова. Кто-нибудь знает, какие три слова мы должны обязательно сказать в Песах? Молодец, 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 все молодцы, кто вспомнил. Песах, Матса и Марор. Песах, Матса и Марор – это три очень-очень важные вещи, которые мы вспоминаем в Лейн Асейда. Что это за Песах, о котором мы говорим? Это курбан Песах. Вы помните, что у нас лежит на блюде, напоминая нам про курбан Песах? Кто помнит, что у нас лежит, как это называется? Яйца. Яйца – это курбан Хагига напоминают нам. А что у нас напоминает курбан Песах? Курочка. А, крылышко или ножка курочки запеченная. А кто-нибудь помнит, как она называется на иврите? Зроа. Зроа, совершенно верно. Зроа. Вот тут нарисовано, нарисовано упоминание, напоминание о Песахе. Вот она тут нарисована, это крылышко. Крылышко запеченное. Зроа. Так. Совершенно верно. Вот видна Маца. Маца. И здесь вот можно видеть горький морор. Горький морор можно тоже тут увидеть. Песах, Маца и Морор – это три очень важные вещи, которые мы вспоминаем. Когда мы заканчиваем, когда мы заканчиваем наш Лейла Седер, то папа спрашивает, а где Афикуман? Посмотрите, посмотрите, как маленький, кто его, как его зовут? Мойшали? Ну, пусть его зовут Мойшали. Что он нашел? Что он папе дает? Что у него там в мешочке? Афикуман. Афикуман. Совершенно верно. Это та половинка, большая половинка от разломанной средней Мацы, которую папа спрятал в этот мешочек. Я продолжу вам рассказывать, закончу вам рассказывать завтра, потому что сегодня наш урок уже подошел к концу. Завтра я с Божьей помощью расскажу вам про те замечательные песни, которые мы поем в Лейла Седер. Про маленького козленка Хатгадья и про ту историю, которая с ним связана. Про вопрос. Я вам все, очень много еще мне осталось рассказать, но я постараюсь успеть завтра все это, все это, закончить эту историю. А пока что я с вами прощаюсь. У меня сегодня, у меня сегодня урок с первым классом, да? Нет, сегодня у меня урок со вторым классом. Сегодня у меня Тайч, через 10 минут здесь начнется урок Тайч для второго класса. До свидания, дорогие друзья, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok